ну что ж здравствуйте дорогие товарищи поиграем умолды за что в карак я пытался провести стрим начата у меня сорвалась и давайте с самого начала и так самого начала что девяносто восьмом году конца девяносто восьмого года если правильно помню девяносто восьмой девяносто девятый вышла стратегия умолт волт просто умолт без всяких дополнений потому что это была самая первая часть молодой ванкуверской команды relic entertainment товарищи сделали трехмерную реально трехмерную стратегию которая поразила всех на тот момент но поскольку она была немножко такой сложноватый в освоении для многих то не сильно то она и стала с киберспортивной ну и другой стороны там и не то чтобы киберспортивная она и была то есть если мы смотри смотрим на старкрафт или на 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 какой-нибудь варкрафт ну или там команден конкурер там серию то холон где довольно все просто было с точки зрения стратегия простой набор был но в общем то она главным главным образом брала сеттингом сюжетом и необычности условия в которые ставился игрок через какое-то вышел время вышло полуэддон полу спин-офф homeworld cataclysm немножко другая команда которая радикально переосмыслила идея оригинального холда и добавила кучу крутых фишек которые к сожалению не принял оригинальная команда а те в свою очередь делали умол даст ворс которые не поперли и в общем-то пришлось перезапустить производство и сделать в двух тысяч и третьему году кому 2 вот не кастрированная версия из того что они хотели сделать говорят что кому 3 будет собственно то что они хотели сделать умол даст ворс но посмотрим посмотрим да теперь поговорим про дезерсов карак то есть 2003 года в серию умол было в некоем застое релик интертеймент которые работали начали под серые потом продались под течки ну там сложность взаимоотношения немножечко пытались сделать трехмерное не трехмерное вид от третьего лица шутер по вселенной homeworld и даже есть какие-то концепт-арты на арт-стейшенах но тем не менее этого не случилось и все что мы видим это действительно одни концепты возможно эти концепты будут обозначены в роликах сиджая роликах homeworld третьем которые явно явно будут там и это мы увидели в трейлер там такие прикольные ангары люди появились и дела как то чего мы не видели них умолнику болт катаклизм них умол 2 все что появилось начало появляться какие-то прообразы в дезерсов карак мы это увидим потом ну и собственно течки в определенный момент разорилась начала продавать свои активы и ролик интертеймент тоже развалилась немножечко и там из бывших выходцев ролика те самые арон камбейтс и роб канингем там дэйв чонг они все оказались в одной компании под названием как как бы вы думали blackbird интерактив да они думали начали купить серию но она оказалась слишком дорогой джербокс выкупил ее за миллиона они и пастры поздравили джербокс сказал а у вас может что есть они сказали а у нас вот есть hard space ship breakers которые явно отсылал карт к этому караку то есть это большие машинки на пустынной планете там разбирали занимались разборкой всяких металлоломов ну то есть чуете чему идет степ ну и джербокс к за а давайте вы сделаете сингл как раз таки про карак из на базе того чтобы там уже намудрили и таки а давайте ну и короче начали делать мудрить и забегая вперед сделали вот эту стратегию умол дезорсов карак наряд конили конечно пипец чтобы оправдать вот все вот это вот что тут творится то есть в оригинальных олде максимум там умол даже пол 2 там было просто написано что они обнаружили объект в пустыне и была послана экспедиция экспедиция прибыла нашла и через 30 30 лет собрали всеобщий совет по планете и начали делать мазершип корабль матку экспедиционный корабль на что и привело там большому развитию событий скажем так ну а тут пришлось выдумывать конфликт вытаскивать из чулана старых добрых злодеев галсиан который по идее должны были уже заткнуться где-то восемьсотых годах уйдя в пустыню посмотрим то у нас тут где там вот 1110 год по литые исчисления карак вот но и как бы как бы как бы как бы все это вот одно за другое и собственно некоторые вещи уже не понимаешь потому что немножко противоречит тому что мы увидим потом на но об этом будет гораздо позже вот как заметим так и будем говорить о них вот это кстати интересная картинка вот то что мы видим здесь это обозначение авианосцев типа сакала то есть это пустынная авианосца сакала которые были выпущены в десятом году и вот мы видим сакала каписи вот каписи запомните это имя через и вот и еще пятерочка было запланировано то есть тамида а колон фиски ли мы их не увидели но это получается это сакала 1 каписи 2 и ну и так далее вот а до этого были тяжелые авианосцы имени и фрита набала главного главного завоевателя и переводчика всей культуры карака на индустриальные рельсы скажем так да будем играть на русском языке потому что я не буду переводить как бы я буду только отмечать те вещи которые просто пипец как неудачно перевели вот и собственно можно уже это посмотреть самом начале то есть заходите в управление в игровой процесс русский и у нас тут полировка появляется типа английский французский немецкий русский полировка чтобы это такое было переключаемся на английском смотрим это polish это польский язык вот и с учетом того что именно у поляков была вот эта вот коробочка с физическим изданием который я кстати купил из арт буком внутри маленький но тем не менее нет кажется это огромное огромное неуважение к ним вот честно говоря испанел поляков да или это какие-то злобные переводчики но честно говорят такое ощущение что тестировщиков локализация локализационных тестировщиков здесь не было наказать отдали на сторону переведите пожалуйста что они переводят они не знали и собственно мы получим то что мы получим это меня очень сильно бесит но давайте уже обратимся к тому что меня реально сильно весит на обучение мы уже прошли все понятно как бы будем дальше идти через базу эпсилон там ничего такого интересного от базы эпсилон это да уже понеслась и так ну что ж дорогие товарищи база эпсилон да кстати база эпсилон в том числе это греческая буква эпсилон и какого хрена греческая культура де действует в условиях каракской цивилизации непонятно потому что это вообще другая вселенная другая культура и который не греков не римлян никого не знали максимум евреи но это так через сценаристов вот дальше у нас рейчел руман вот это вот это чисто земные имена чисто даже не знаю роман тем более это даже не еврейское имя то что можно было сказать там рахель допустим еще можно было как-то саджет через апострах написано как бы что это такое написано черт его на копейсе видели вот видели тут копейсе а тут копейсе кто это кто какой мудак это делать честно говоря какой мудак это переводил и какой мудак это не проверил и отправил в релиз не знаю но хочется взять и у е5 да ладно поехали будем еще подквертить и наша планета и адам он и о и и и и и о и Девушки отдыхают. Ретрит, обгоревшая кожа, все дела. Она удивительно белая для пустынной местности, в горячем солнце. Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... 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 Давай, по-английски. Движение на скорость и двигайтесь. Внутри двери в полном апрете и закрепите. Она все ваша, Капитан. Все статистики, это ваш Капитан. Сегодня мы перейдем на историческую миссию, чтобы найти и укрепить Тераки-объект. Слышно в сердце Греат-Бандит-Дезерта, глубоко в Галсиан-Территорию. Мы верим, что он держит ключ к нашей survival на этом планете. Провод будет переложен. Но, если успешно, мы будем менять годы истории forever. И сохранить наш будущий для будущих лет. Чес? Парсона лог. Рачель Саджет. Каписи. Мы начали три месяца предварительно. И только в час. Галсиан-Территория была гораздо больше, чем мы предпочитали. Как главный исследователь на этой экспедиции, я уверен, чем никогда, что мой брат был прав. Что, что лежит там между дунами, держит ключ к нашей survival на этом планете. И, возможно, и beyond. Мы сейчас нет выбора, чем верить. Если смотреть байки, то это Рэйчел Саджет записалась на авианосец Каписи. Сука Каписи, блин. Только благодаря своим хакерским навыкам. То есть, у нее был брат на авианосце Эфрид Набал. Тяжелый авианосец Эфрид Набал, который где-то сгидан. Вот. Его отправляли в 1106 году. Ну, что-то не пошло. Вот. И она такая. Ой, я хочу узнать, что с моим братцем. Давайте узнаем. И, в общем-то, села на этот корабль и полетела. Да. Насколько она хороший научный офицер, никто реально не знает. Вот. Какая-то такая фигня. Да-ээ, что там у нас есть? 21,4 миллилитров воды. То есть, миллилитров. Мегалитров. Топливо, 720 мегалитров. 60 процентов роботоспособной системы. ЕС, ЕР, единицы ресурсов, единицы чего-то там. Ну, вот. И 6,68 мегаметров. Миллионов миль. Это, наверное, все-таки мили. Потому что американские, блин, эти. Хотя, если тут литры, блин, могли бы уже здесь и метрах-километрах делать. А то, со своим милем, как-то, с улицу куда не следует. Так. Да. И мы едем на костяное поле. Вы думаете, что за костяное поле? Это ни халя не костяное поле. Это бауньярд. А бауньярд, это, конечно, оно и обозначало кладбище. Типа там, умирали эти животные и все такое. Остатки животных находили. То, в современном английском языке, бауньярд, это кладбище авиационное и не только техники. То есть, собственно, это кладбище техники, а не бауньярд. Ни костяное, ни какое-то поле. Ёкарный, бабай. Переводчики. Дорогие вы наши. Долбоёбы. Чат GPT с такими делами сейчас справляется, блин. Ах ты ж. Так. Ну что ж, поехали. А, еще хотел сказать. Что? Этот объект Джараки, это... Он должен писаться, кавычкой открывается, объект Джараки, кавычкой закрывается. Потому что Лейкоп Джараки, это был астроном, который обнаружил, который руководил операцией по... Короче, был задействован в операции по управлению спутником, который должен был сканировать звезды на что-то там. Но в итоге что-то сломалось, и он просканировал поверхность земли. И обнаружил, собственно, вот этот вот самый объект, который назвали объект Джараки. А не... А Джараки, это кит такой, впоследствии будет известно. Который будет заниматься, собственно, вот этой вот всей астронавигационной штукой. Ладушки, поехали дальше. Боуньярд. Кладбище техники. А не костяной поле, типа... Да! Блин, это... Вот... У меня... Русская версия... Зазарка. Мы успешно перейти в открытый зеркал и в безопасности. Для сейчас. Прежде чем уходить, мы получили эту галциеновую трансмиссию. Внимание, Китхид-1. Я Каган, из Китх-Галциена. Спасибо за просмотр! Приезжают Зазарки. Ты разброс burn ourselves. ДИПЛОМАТИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ БОНЕАРД ИН�ЛЬ sale МИНОСТИ Пр 것도 то ДИПЛОМАТИЯ БОНЕАРД CONTROL Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и предназначены на этих координатах. В острове Капе Раф, место называемой «Хеллз Гейт». «Хеллз Гейт» Я набираю сигнал. Ты наехала на танк. Это трансфонер-бекон. Может быть Сакала. Пошли и следите за Сакала. ОК. «Страйк» «Сандром-кондиционер-пределительная сна. Плакать на поле. Гауси-патролиции гауси-патролиции могут быть в районе. Возьмите вверх. Возьмите вверх. Эта инженерия сообщает что Капе Раф, что в основном системы первой шутки-патролиции Оно. Повторяется. Которая может быть вставлена в оружие, арморку, репарации и логичневые системы. Кривая, сейчас как пец. Конфирм. В готовности или вовремя. 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 Продолжение. Вовремя. 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 Рачarrive. Продвинielen. Вовремя. Вовремя. У bulb Too. Вовремя. Между дуб sente. Уже не доступен Ihב. Прагает. У riway. Продолжение следует... 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 Я не знаю, что это было. Продолжение следует... 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 Поехали, эмут, 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 эмут. Там кто-то был, я знаю, там кто-то был. Модификация сенсора, сейчас. Эффициентность сенсора увеличилась, и интерференция от стопа была фильтрована. Excelente, уровень контакта увеличилась. Наши сенсоры, сейчас операционные, мы detectали хостел крузерам, поддерживающим офицерам. Engage и уничтожить хостел крузерам. Гансиан. Продолжение. Ресурсов так галисия, чтобы собрать их эффективно, мы нужны поддержки крузерам, с помощью наших salvagers. Каписи, фабрикации, могут быть укреплены, чтобы производить поддержки крузерам. Системы готовы. Группа 7 оснащена. На пути. Группа Каписи. Группы. 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 Группец. Группа. Группы. Группа. Группы. Группомregием. Группы. Голосы. Галти nouns легкиеGalcia и г DNS 應該 друг кubsу разнообразил区 в общении с другим. Еще одна которая поможет трюкз soundedτι bom啊 и XD с их ищет glow. Группа. Ребя да Phillip об讲лент Didion Групп смиgr Sorry А вот прямо сейчас покажу Вот это вот хорошая вещь Пускай не ремонт Будьте осуществлены, контролируя хостайлов Где? А где вы там нашли хостайлов? Да, давайте посмотрим на то, что мы сможем сделать вообще Нам бы сюда вот так вот прошмыгнуть бы. Девочки. М-м-м Роджер. Дисплейсинг. Готово. Вставь раунды на что-то, что двигает там. Готово. 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 И еще одна. И еще одна. Замечательно. Готово. 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 Курзер готов. Протоколы активны. Готово. 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 Может ты тоже можешь? Давай сюда. Быстренько. Готово. Туда и обратно. Готово. 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 Три подъявили. Отрадая ордера. Униска опустена. Резвучит и реврюция. Взберите. 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 Горизонт. Киван Саван. Стрика подтверждена. Джоу Сагальд. Попробуем. Стрика подтверждена. Стрика подтверждена. Джоу Сагальд. Опять Джоу Сагальд. Конферд. Изберите. Бляха муха. Даже в одном... В одном имени. Даже в одном имени. Даже не можете определиться. Рейхель. Отрадовано. Контроль группы 3. Грючка подтверждена. Грючка подтверждена. Рейхель. Давайте соберем все, что можно собрать. Попробуем. Что я хочу? Попробуем. Попробуем. Продолжение следует. Попробуем. Соберите. Где я? Попробуем. Попробуем. Координаты подтверждены. Поехала, 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 поехала. Обратно. Хостильный армор избран. Грючка готова. Попробуем. Попробуем. Очень, очень надо. И наш сайт был уничтожен. Уничтожен. Попробуем. Нет, знаю, что у вас там есть. Давайте соберу эти ресурсы. Соберите. Да, да, да. Соберите. Все? Поехали дальше. Соберите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Жаль, что здесь нет, как в катаклизме. Увеличение времени. То есть скорость времени лежит. Окей, пока непонятно. А, точно. Попробуем. Так, это у нас есть. Это у нас есть. Крейсер поддержки. Давайте, пускай... А, 25 нужно. Ни хрена себе. Это тоже нет? В смысле? А, потому что это... Еще ресурсчатся. Рейлган фабрикация онлайн. Начинать строительные рейлганцы. И использовать их против гауссионных унитов. Взберкация. Взберкация. Редактор. Взберкация. Взберкация. Что вы нужны? Конструкция унитов, введены. Взберкация. ПДА актив. Страйккрафт готов. Попробуем. Взберкация. 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 Интересно, вот такой... Традиент стратегии должна быть. Какие-то точки, типа... Как она должна двигаться. Музыка Снимает огонь, берет огонь. Это Капитан. Левел-страйк корабль уничтожен. Как все прекрасно. Встреча с армором. Рейчел здесь. Готово за саймон. Готово за капизи. Готово за саймон. Капитан. Сит. Аморь от прилет. Готово. Преколем. Готово. Рейджел по поводу. Супер, замечательно. Корпус, ой, ядрит мадрископ всякой интересной штуки. Бронирование, это хорошо. Определенно хорошо. Необходимо ЕС, да, без ЕС никуда. Странно, что нельзя выбирать вот корпус или вот это вот ускорение способности. Какой-то такой странный момент в этой игре. То есть, я так подозреваю, что после того, как я исследую вот это вот, то у меня откроется бронирование корпусов и этого. Держи копии. Копер Каписи. Старый пассажир. Неизвестительный, хостильный, аутентикайте. Где я, где, где, где? Где я? Все. Срочно едем сюда. Тот нечего. Неизвестительный. Значит, откроем. Да, да, сейчас ищем. Продолжение следует... Таргет на сборке. Лайт-атак vehicle is under fire. Receiving! On target! Hostile armor eliminated. Hostile strike craft down. Be advised, carrier repair systems online. Armor systems active. Acknowledged. That unit is down. Get it backed up and running. Срочно, почини. Go for carrier. New heading. Adjust run engine. Ah, you can't. Come here, yes. New course charted. Strike confirmed. Let's move. Board is green. Let's roll. Range on line. Fleet group 3 assigned. Get that unit back on line. Move. Board is green. Acknowledged. Strike craft ready. Cursor ready. Как-то немедленно ползут, а. Там-то были по... 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 Это самое. По веселее. По веселее. Аккалит. До夜 табелки. В itemsках out. Так, где-то там ты находишься, да? Вот там. Прямо. Ну что что, поехали? Продолжение следует... Да... Это было быстро. Все оперативники. Взрывы. 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 Продолжение следует... Да... Не хватает обзора честно говоря. Включение шторм. Жалко мне что-ли. Ранг이� piękного. Взрывы. Взрывы. Пришли ровно. Взрывы. Взрывы. Продолжение следует... Все системы готовы. Мы уйдем. Дестанция готова. Стрики подтверждены. Моя уйдет. Моя уйдет. Возвращение на сайт. Галси и рейтси-рагеды защищают крюзер от пункта великого пункта. Убирая их эффективность. Убирая их в предыдущих крюзер должен обрабатывать в отношении нашего favorа. Встречащие армии на подходе. Продолжение следует... 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 и подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, будьте здоровы, и увидимся, все, пока-пока.